Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите предложить свой небольшой опыт, который имеется в нашем диспансере, по использованию двойной анти-ХЕР2-блокады. Все знают, что ХЕР2 – это ген, повышенная экспрессия или амплификация которого имеет большое значение в патогенезе и прогнозе ракомолочной железы. И также он является очень важной терапевтической мишенью. Создание моноклонального антитела к анти-ХЕР2 драматически изменило прогноз заболевания, значительно улучшив результаты лечения, причем как в паллиативной, изначально в паллиативной режиме, так в дальнейшем этот препарат был включен и в одевантное лечение. И это, в принципе, первый таргетный препарат, который был одобрен для лечения не метастатического процесса, а именно в одевантную схему включен. И такие хорошие, такие впечатляющие результаты, безусловно, сподвигли к тому, чтобы продолжить его внедрение. И были проведены большие исследования по включению этого препарата в неодевантный режим. И результаты использования тростозумаба в неодевантном режиме были еще более впечатляющими. Было получено улучшение общей безрецидивной выживавости. Но на самом деле, мне кажется, самое важное в этом исследовании было получение вторичной точки. Это полный патоморфологический ответ. Было выявлено, что использование тростозумаба значительно повышает количество полных патоморфологических ответов. И в дальнейшем метаанализ данных выявил корреляцию между полным патоморфологическим ответом и долгосрочным прогнозом. И это позволило в дальнейшем использовать полный патоморфологический ответ в качестве суррогатного маркера прогноза. И мне кажется, что это имело концептуальное значение в дальнейшем для развития антихир-2 терапии и вообще в принципе таргетной терапии. Во-первых, был изменен подход к проведению, ну на основании этих данных был изменен подход к проведению неодивантной химиотерапии. Если раньше неодивантная химиотерапия проводилась для того, чтобы сделать опухоль операбельной, то после получения таких данных изменился подход. И сейчас общая рекомендация – это проводить все запланированные циклы химиотерапии до оперативного лечения, потому что полный патоморфологический ответ коррелирует с общей и безрецидивной выживаемостью. И также, что также очень важно, это использование полного патоморфологического ответа в качестве критерия эффективности при проведении клинических исследований. То есть ранее для того, чтобы зарегистрировать препарат, приходилось очень долго отслеживать его в палиативном режиме или безрецидивную общую выживаемость. То есть сейчас мы, в принципе, имеем возможность, опираясь на этот суррогатный маркер, в достаточно короткие сроки получить представление высокой эффективности препарата. И, само собой, в дальнейшем, когда появился новый антихердвагент, то есть был тростузумаб усилен вторым препаратом, пертузумабом, само собой были индуцированы исследования по использованию двойного антихердваоблокад в неадювантном режиме. И в этих исследованиях было получено увеличение общего полного патоморфологического ответа, и на основании улучшения результата половного патоморфологического ответа при двойной антихердваоблокаде препарат был зарегистрирован в неадювантном режиме. И, в общем, вошел стандарты терапии. Сначала его, само собой, рекомендовала НИСН, Европейские организации. В дальнейшем препарат был также зарегистрирован и в России, и Российское онкологическое общество также рекомендовало его в качестве стандарта неодевантной терапии рака молочной железы. И с 2016 года мы уже имеем в нашем диспансере первый опыт по применению пертузумаба в неодевантной терапии. И всего у нас с этого времени было пролечено 6 пациентов, к сожалению, не так много, как бы этого хотелось, но результаты, конечно, впечатляют. У четырех было полное исчезновение опухоли уже достигнуто после проведенной терапии, ну у двух почти полная. Значит, я хочу доложить одну такую пациентку, которая из тех, что была пролечена, которая наиболее показательна, мы ее так тщательно обследовали, это была наша первая пациентка, и была на момент дебюта заболевания 44 года. Определялась опухоль 3,5 см. При ультразвуковом исследовании выявлено поражение лимфоузлов. При маммографии выявлен мультицентричный вариант опухоли. Трепан биопсия выявила гормон положительную HER2-3+. При компьютерной томографии трех зон данных за отдаленное метастазирование не получено, но здесь на этом снимке также видно опухоль в молочной железе. В итоге стадирование было клиническое Т4-BN1-М0. Тогда как раз в нас поступил первый раз Биодайм, было принято решение полечить пациентку с использованием этого препарата. И дальше у меня вопрос. Какой выбор алгоритма лечения для этой пациентки? Проведение всех запланированных курсов химиотерапии до оперативного лечения с последующей одевантной терапией тростозумабом? Или оперативное лечение после достижения клинического регресса, операбельности опухоли? Далее продолжение химиотерапии в одевантном режиме. То есть, насколько я поняла, мы говорим о комбинации пертузумаба с тростозумабом. Мы говорим о комбинации пертузумаба с тростозумабом. Да, и ДОТСТАКСЕЛ, это уже как комбинаторный партнер. На самом деле, я полностью с вами согласен с тем, что… У нас еще не все проголосовали, сейчас мы голосуем. Было бы правильно, конечно, провести все курсы с пертузумабом, ну там пертузумаб, тростозумаб ДОТСТАКСЕЛ плюс антрациклиновые режимы до операции. Но тогда еще вот именно этот подход, проведение всех курсов до оперативного лечения, он не был, так сказать, общепринятым. И у нас, в принципе, была тогда еще концепция, что неодиумантная терапия – это достижение операбельности опухоли. И конкретно этой пациентке было проведено 4 курса химиотерапии ДОТСТАКСЕЛ, пертузумаб, тростозумаб, потом она была взята на оперативное лечение. Ну, причем при контрольном обследовании после нескольких курсов ей была повторно выполнена компьютерная томография, но там у нее клинически был полный регресс, и при компьютерной томографии также опухоль не определялась. Это на этих снимках очень хорошо видно. Значит, была выполнена операция, мастектомия помадан с реконструкцией с помощью эспандера. При гистологическом исследовании опухоль не была выявлена ни в ткани молочной железы, не в исследованных лимфоузлах. Лечебный патоморфоз пятой степени по Миллерпейн. Далее лечение было продолжено, ну, согласно стандартам. Было проведено 3 курса химиотерапии ФЕК, и далее тростозумаб до 17 введений продолжалось. Сейчас пациентка находится в ремиссии, получает гормонотерапию томоксифен. На этом графике видно различие в количестве полных патоморфологических ответов при лечении тростозумабом и при лечении тростозумабом в сочетании с пертузумабом. Мы видим, что значительно больше именно ответов на двойную антихир-2 терапию. Но все-таки различие такое, где-то порядка 7-10%. При том, что вот такой вопрос, ведь терапия с включением пертузумаба как минимум в два раза дороже, чем терапия без тростозумаба. А если мы вот вернемся к предыдущему слайду, ну, разница здесь не в два раза, да? И это причем вот вторая сумма, где вот 1,5 млн, это посчитано с оригинальным герцептином, который, а сейчас, как мы знаем, появляются препараты-дженерики, которые, в принципе, достаточно высокого качества и которые значительно ниже по цене. И вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, оправданно с экономической точки зрения, не с клинической, именно с экономической, используя столь дорогостоящего лечения при наличии вполне эффективной альтернативы, но которая дешевле более чем в два раза? То есть, и вот для сравнения... Мы сейчас проголосуем, тут надо время затратить на это. Ну, мне очень приятно видеть, что здесь мнения разделились, да? Ну, на самом деле, правильного, конечно, однозначно ответа на этот вопрос нету, да? Тут все не так очевидно. Но есть так называемые фармакоэкономические исследования. И вот что касается неодевантной терапии, там очень интересный есть аспект, да? Дело в том, что улучшение неодевантной терапии, даже при увеличении стоимости, в дальнейшем может привести к снижению общих затрат на лечение какой-то группы пациентов, потому что мы снижаем количество пациентов, которые разовьют метастатический процесс, и, соответственно, на лечение этих пациентов будут, если пациентка будет уже страдать метастатическим раком молочной железы, на ее лечение до конца жизни будут тратиться огромные деньги, сопоставимые с ценой пертузумаба. И, ну, помимо прямых затрат, да, то есть непосредственно расходов на лечение, также у нас как бы социально активная единица выбывает. В общем, существует, ну, вот эта разница в стоимости между лечением рака молочной железы между первой стадией и четвертой в затратах на стоимость лечения. В мире проводятся фармакоэкономические исследования. До того, как, допустим, зарегистрировать препарат в Канаде для пертузумаб в качестве стандарта неодевантной терапии, было проведено фармакоэкономическое исследование, которое доказало его фармакоэкономическую целесообразность. И вот именно для неодевантной терапии, как показывают эти исследования, пертузумаб все-таки имеет целесообразность. То есть клиническая эффективность без вопросов, да. Ну и фармакоэкономическое в неодевантном режиме, да. Что касается палеотивного применения, тут вопрос очень спорный. А в неодевантном режиме скорее все-таки в пользу использования. Спасибо. Владимир Анатольевич, спасибо большое за очень интересный доклад, за столь острые вопросы. Но я могу однозначно совершенно прокомментировать, если для трижды негативного рака, если для гормоночувствительного рака молочной железы достижение полного патоморфоза не является таким абсолютным, то для HER2-позитивного рака молочной железы, это исследование Патриции Картазар, с включением более 12 тысяч пациентов, четко показало, что достижение полного патоморфоза является суррогатным маркером увеличения общей безрецидивной выживаемости. И те затраты, которые на 4 цикла у нас уходят, да, вы обозначили сумму, но если эта пациентка Ерич идет об выздоровлении, мы говорим о потенциальном выздоровлении данной категории больных, полный патоморфоз достигает 70% случаев. Это крайне редко мы наблюдаем при гормонотерапии, практически не более 20% при трижды негативном раке молочной железы. И во что это вытекает? Эти же пациентки, к сожалению, при прогрессировании нам все равно понадобится и таргетная терапия тростозумабом, и комбинаторные партнеры, также высокая эффективность режимов, включающих ТДМ. И поэтому, конечно, у нас есть доказательная база, это анализы, метаанализы, есть клинические исследования. И то, что касается собственного опыта, он всегда, конечно, мал, но вот пациентка с метастатическим первым, в первой линии, получающий пертозумаб, тростозумаб и доцитоксел, у пациентки полный регресс метастаза в печени, полный регресс в молочной железе, выполнен цитаредуктивной операцией, и пациентка 9 лет живет без метастазов. Если бы не было возможности, условно говоря, лечения данной такой терапии, конечно же, за это время она бы уже многократно обращалась в стационар, она бы все равно получала цитостатическую терапию, она бы получала сопроводительную терапию, она бы получала таргетную терапию. То есть вот те расходы, которые уходят на каждый год жизни пациентки, крайне высоки. Еще я могу сказать, конечно, рак молочной железы, это понятно, у нас любым злокачественным заболеванием страдают больные, но это чаще всего социально значимые молодые женщины, и жизнь ребенка без матери, она, конечно, колоссально сопоставима с тем, что расходы государства на содержание этого ребенка, чем провести женщине полноценную терапию, которая показана, включающая 4 цикла введения тростозумаба, и дать возможность ее будущим или имеющимся детям или внукам вырасти вместе с ней. Поэтому тут очень жестко и, конечно, тяжело обсуждать, но если говорить о неодевантной терапии, то мы говорим о том, что мы говорим об излечении женщин. Да, да, но просто здесь еще, помимо того, что сказали, даже с точки зрения экономического аспекта, если пациент будет инвалидизирована, она же будет еще получать пенсию, там, соответственно, не платить налоги и так далее, поэтому для государства это еще больше как бы будет. То есть это непрямые, так сказать, косвенные затраты на лечение, то есть из-за не до конца пролечено. Спасибо огромное, поблагодарим Владимира Анатольевича. Спасибо. 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 Спасибо.